570 тысяч казахстанцев имеют долги по налоговым обязательствам перед государством. В общей сложности они задолжали бюджету 16,5 миллиардов тенге. А какие виды платежей игнорируют жители страны и в каких регионах числится большее количество неплательщиков в рубрике «Первая цифра». Прямо сейчас с нами в студии уже наша коллега Айсло Махмутова. Доброе утро. Айсло, расскажите, какие жители продолжают уклоняться от налогов? Нам интересно. Доброе утро, коллеги. Да, жители страны продолжают уклоняться от налогов на имущество и транспорт. Причем львиная доля должников – это именно автовладельцы. Общая сумма задолженности по налогу на транспорт составляет более 15 миллиардов тенге. Подробности далее. Валматы 27 тысяч человек с общей суммой долга в 3,5 миллиарда тенге. Чуть меньшее количество казахстанцев, игнорирующих налоговые обязательства, зарегистрированные в Алматинской области и Астане. Что касается налога на имущество, то тут с платежами в бюджет не спешат 380 тысяч физических лиц. Общая сумма долга составляет 1,5 миллиарда тенге. Основное количество неплательщиков проживает в Шемкенте, Павлодарской и Туркестанской областях. А вот самая большая сумма задолженности приходится на Алматы и Астану. Если же говорить о добросовестных жителях страны, то по итогам прошлого года они пополнили государственную казну на 95 миллиардов тенге. Хотелось бы обратить внимание наших государственных органов, организаций, которые контролируют и регулируют деятельность банков второго уровня и различных микрокредитных организаций, чтобы кредиты выдавались именно на определенные целевые потребности, такие как жилье, болезнь и так далее. Поскольку мы знаем, что это не секрет для нашего общества, что сегодня без указания цели можно получить кредит от 5 миллионов до 10. Как раз таки в рамках таких спонг-производств больше всего накладывается арестов. Человек, физлицо получив свой кредит, не думает о том, как его возвращать, поскольку часто бывает ни имущества нету, ни официальной работы нету. И кредит, он после этого не оплачивается, и это уже обращается в исполненный документ. Уклонение от уплаты налогов, коммунальных платежей и кредитов лечет за собой ряд карательных мер. В отношении должников вводят запрет на выезд из страны, арестовывают имущество и счета. К примеру, по итогам прошлого года количество арестованных счетов физических лиц составило 38,5 миллионов, что в разы больше по сравнению с показателями прошлых лет. По словам специалистов, динамика роста чревата серьезными последствиями. Казахстанцы с клеймом должника зачастую остаются без работы. Финансовые трудности негативно сказываются на отношениях в семье. Отсюда разводы и даже суициды. Необходимо бороться не с последствиями, а причиной сложившихся обстоятельств, считают специалисты. 76 миллиардов, например, поступило только налог на транспортные средства. Обычно пенсионеры оплачивают практически сразу. И средний возраст тоже практически сразу. У нас, наверное, задолженность больше относится к лицам работоспособного возраста. Потому что, наверное, просто люди заняты, забывают. Все мы, во-первых, граждане Казахстана. Если мы хотим, чтобы наше государство развивалось динамично, чтобы наши дети ходили в красивые школы, чтобы мы были обслуживались в хороших больницах, то каждому надо платить налоги. Специалисты отмечают важность повышения финансовой грамотности населения. Чтобы перед тем, как падать в долговую яму, люди думали о последствиях. Ставили рационализм выше сиюминутной радости от дорогостоящей покупки. Именно потребительские кредиты составляют сегодня львиную долю всех займов. Всего же в прошлом году банки второго уровня выдали казахстанцам почти 28 триллионов тинге. И здесь, коллеги, стоит отметить, что женщины берут рассрочки больше мужчин. Что вы думаете по этому поводу? Я знаю даже ответ, из-за чего это происходит. Потому что мы идем шопиться и забываем обо всем. Арсен, как у вас с этим? А я думаю, что это мужчины уговаривают женщин брать на себя рассрочки или кредиты. Потому что у многих мужчин они уже счета заблокированы. Вот это да, вот это новость. Спасибо, Айслу. Нам есть над чем подумать. Это была наша коллега Айслу Махмутова в рубрике «Первая цифра». Мы продолжаем.